О, Animal Croissant! Смотря длительной изоляции, рассудок людей начал постепенно теряться, в связи с чем продажи компании Nintendo выросли аж на 41%. Помимо игры за 60 долларов, скучающим обывателям была предложена и консоль за 300, а там где 300 на ферме водятся трактористы. В общем-то массовое оконсоливание населения прошло успешно и как видите чума добралась даже до моего скромного канала. Я много раз говорил, что приставки это не мое и в детстве крашу бандикута я предпочитал командора Кена спасающего галактику. Но если уж и начинать осваивать мир вибрирующих джойстиков, то явно с игр для 0 плюс лет. Многие вообще не понимают, как это все взлетело, что это такая заферма с разноцветными животными и почему они разговаривают. Зачем платить таки больше, если есть Тарди Валли? Я тоже так считаю на самом деле, но не нам с вами судить, ребятушки. Серия игр Animal Crossing существует с 2001 года. Подумаешь, графика за 20 лет не поменялась. Кому она нужна? Ну и сюжета нет, че такого-то? Мой наставник Бэбэй, но он говорил Animal Crossing круто. Че, вы зря подписывались на самый прогрессивный канал Ютуба что ли? Шутки шутками, а не спешите списывать животные кресты со щитов. Эта игра намного более интересная, чем кажется на первый взгляд. И если этот видос не посеет в ваших головах всеми сомнения, то я уже не знаю что. Пристегнитесь, мы отправляемся в путешествие на необитаемые острова. Че это такое? На остров Эбенггат мы пребываем ночью. Время и сезон в игре зависят от вашего реального места проживания. Единственное, что погодные условия не учтены. То есть, если на ваш дом обрушится метеоритный дождь, в игре это, к сожалению, не отобразится. Вообще, привыкайте, что прогресс в игре растягивается на несколько дней, а иногда и недель. Если говорящий енот говорит, что завтра, значит это реальное завтра, а не какое-то игровое. После заполнения формальных данных нужно выбрать фотографию для паспорта. А делается она в редакторе персонажа путем создания островитянина или островитянки. По политкорректным канонам одно от другого, в принципе, не сильно отличается. На одежду можно надевать любую, внешность менять впоследствии как вздумается. Хотите трансформеры, хотите не трансформеры. Ну а я в мире животных, это рыжий копатель могил, пришедший уничтожать миры и полоть грядки. Тем не менее, схожи все в одном, все страдают от двух енотов из ларца, одинаковых с яблица, представляющих компанию Нук Инг. И всучивающих пакет услуг под названием Необитаемый остров. На этот самый остров можно попасть лишь на гидролете. И единожды выбрав ландшафт, сменить его уже не получится. Добро пожаловать в Алькатрас. Далее игрока и еще двух случайных животных отконвоируют к местному надзирателю, Тому Нуку. Бизнесмен Енот, уже ожидающий на центральной площади, расскажет об основах режима, ведь отныне ваша жопка принадлежит ему. Все личные вещи сдаются, взамен будет выдан паек, базовая палатка, а также Нукофон, смартфон с урезанным функционалом. Единственное место, куда с него можно позвонить, это спасателям, но едва ли вам кто-то поможет. За перевозку, проживание и прочее будет выставлен счет в размере 50 тысяч долларов. Поскольку таких шишей у простого работяги-копателя быть не может, то семья Нуклингов предлагает альтернативный источник оплаты – физической работой. Как известно, труд освобождает, так что в дело вступает так называемая программа Мельнука. Она представляет из себя список заданий, в том числе повторяющихся с оплатой в виде особых баллов. Тратить их можно как угодно, но задолженность погасить придется в любом случае, без нее не разрешат строить нормальный дом. Помимо этого, в программу помощи малоимущим входит бесплатный урок крафта на казенном верстаке прямо в палатке бюро. Превращение из обезьяны в человека я решил отложить на следующий день, так как дело близилось к ночи, но наутро выяснилось, что бог меня все равно ненавидит, ибо пошел дождь. Каждый новый заход в игру сопровождается оповещением нашего бессменного лидера Том Нуклинга, сообщающего о переменах на острове. Новости всегда хорошие и позитивные. Иногда бывает, что их нет, но это все равно хорошо, если не хочешь в тюрьму. Кстати, имейте в виду, что без работы базовый палаточный лагерь таковым и останется, и никогда не разобьется. Местные животные не делают фактически ни черта для партии, у меня вообще на острове вместе с копателем поселилась его маман по имени Рокет, едва ли она станет валить лес, согласитесь. Тем не менее, запомните, что мать надо ценить, поэтому стоит прислушаться к ее совету, где лучше поставить палатку. Если вы думаете, что это все какой-то рофл, шутка, вот вам письмо в почтовом ящике от мамы персонажа. Это она. К слову, сама казенная палатка выглядит максимально убого внутри и фактически непригодна для жилья. Ее нельзя кастомизировать или расширять, в ней холодно и жутко по ночам. Так же, чем быстрее вы, любимые мои, начнете трудиться, тем скорее переедете из палатки в отопляемый барак. Уже во время первого задания Тома Нука, где он велел накидать палок, становится понятно, что с деревьев могут упасть не только ветки, а еще монеты и персики, а если очень повезет, то осиное гнездо с агрессивными насекомыми. Сделано это, во-первых, для профилактики, чтоб не расслаблялись, а во-вторых, для начала торговых процессов. К счастью, местные гуманные правила гласят, чего не вижу, того нет. Все, что вы вырастили, собрали, высушили, скурили, как бы ничейное, а значит принадлежит вам. Иллюзия свободы разбивается о тот факт, что торговать в любом случае придется с однояйцевыми племянниками из лавки Нука, причем изначально ее даже нет на острове, угадайте, кто же построит здание? Ага. Что уж говорить о ценовой политике? Простой пример, на вашем родном острове уродился одомашненный персик. Вы собираете плоды и несете енотиком, а те в свою очередь водят вам хвостом по губам и покупают за бесценок. Хотите заработать на плодах? Покупайте билет за 2000 баллов Нука и завозите с других островов апельсины, груши, кокосы, вот они стоят денег, а персики нет. Чувствуете, чувствуете, на вкус как жопа. Рано или поздно груш хуем околачивать все равно надоест, и тогда можно таки вернуться к наставнику для изучения своего первого рецепта крафта. Пухленький рыбовладелец с радостью научит мастерить удочку, причем на личном верстаке. Складываем веточки и опа, вы снова полезны для общества. Надо сказать, что чудесный мир крафта из Майнкрафта здесь достаточно плотный. Практически сразу Томом будут предложены новые рецепты для создания всякого, и называется оно завуалировано «Сделай сам». Тут уже к удочке добавляется и сачок, и топор, и мотыга для активной работы на плантациях, а со временем каталог и вовсе превратится в магазин Икея. Новые инструкции по мере развития будут открываться сами собой. Также их можно выкупить, добывать из подарочных шариков, сбивая те свои ПЗРК-рогатка, получать чертежи от других жителей, если застать их за работой, ну и находить в выброшенных на берег посланиях в бутылке, причем текст там порой такой инфернальный, даже стрёмно открывать. В общем, чем больше вы сделаете для блага общества, тем рукасти и матерее становится ваш персонаж, и в один прекрасный день по чертежам шеста будет действительно создан шест, а не долбанный ящик с инструментами. Инструменты в игре делятся на непрочные и все остальные нормальные. Поначалу ясен хрен, все что вы налепите из говна и веток будет рассыпаться в труху чуть ли не моментально, но даже этого достаточно для сбора, к примеру, древесины, у нее тут три вида, или добычи ресурсов из камня, причем там может быть как собственно камень, так и глина, и железный самородок, и даже золото. Помимо этого, каждый день какой-то из камней на острове оказывается денежный, из него выпадают монетки и мешки с долларами. На первый взгляд кажется, что ресурсов в игре что-то как-то не очень густо, и это правда, но это никого не колышет, строим империю из того, что есть. Когда шахтерское ремесло уже поднадоест, можно заняться другими делами. Самое простое это ловля рыбы, именно поэтому енот предложил в первую очередь создать удочку, а не проволочный гвоздевой станок. Местные водоемы не сказать, что кишат прям живностью, жаловаться некому. И приноровившись вынимать в нужный момент, ну удочку, весь инвентарь вскоре будет забит уловом. Готовить рыбку нельзя, поэтому путь ей либо на базар, либо в музей. Если очень повезет, то на наживку клюнет какая-нибудь дикая шина, в которую разве что залезть и катиться к хуям, но это порой не самый плохой вариант. Помимо диалогов о рыбалке, в быту ценится ловля насекомых при помощи сачка. Бабочки, жучки и павучки спаунятся тоннами в бесконечных количествах. И к сожалению, не все они стоят по 8 тысяч бачей, как тарантулы с африканской стороны луны. Как вариант заниматься рассадой, ведь гибриды некоторых растений манят абсолютно новые виды страшных насекомовидных тварей, нигде доселе не встречавшихся. Помимо всего прочего, можно, к примеру, пылесосить береговую линию от всяких ракушек и трупов и продавать находки в лавке. Если эти чудеса вам не по душе, то как насчет расхищения древних захоронений, а? В них со 100% вероятностью находится золото, и после вырытую ямку можно либо засыпать навсегда, либо наполнить своим собственным золотом. После чего, через несколько дней на месте могилы вырастет целое денежное дерево. Также хорошей новостью будет тот факт, что всех найденных тараканов и рыб не обязательно продавать или хранить под подушкой. Их можно сдавать главному нуклингу. Тот впоследствии переведет стрелки на своего приятеля Филина Блейзера, а когда и он перестанет справляться с потоком мусора, идущего от вас, то на острове будет открыт целый музей. Каждый новый экспонат, добытый игроком, отныне располагается в данном здании. Хоть Блейзер обсирается при виде почти всех насекомых, свою работу он делает на 5 баллов. Наедается и спит. Помимо всего прочего, умный совух умеет оценивать окаменелости. Сами окаменелости спаунятся на островах ежедневно, и после экспертной оценки всякие усы мамонтов помещаются в музее в специальном зале. А дубликаты продаются за неплохие деньги тем же енотом-барыгам. Возвращаясь, кстати, к ним, их лавка, сколоченная на вашем горбу, предоставляет неплохой выбор различных вещей. Причем дотошные продавцы будут следовать по пятам, лишь бы игрок чего не спер. Также у них есть что-то вроде шкафа с дополнительными товарами, рецептами и всякими материалами на вроде обоев и покрытия на пол, при условии, конечно, что дом уже построен. Также Нуклингов интересует особый товар, репа. Но я достать, к сожалению, ее не смог, она появляется только по воскресеньям у особого торговца, а я по воскресеньям, извините меня, в церковь хожу, так что репы нет. Далее касаемо домов. Поскольку первый долг достопочтенный енот разрешил оплатить в милях, то нужная сумма, предложенная игре, собирается довольно быстро. А вот сразу после этого будет предложен настоящий кредит, уже на полноценный, хоть и маленький домик, и всего за 98 тысяч. А после расчета будет вариант дома побольше, но уже за 198 тысяч. Так по накатанной, маленькие, но по три, большие, но по пять. В общем, рассказывать Тома Снука о хорошей жизни будет очень и очень много. Конечно, Токому рассказчику хрен за щеку, но решение о приобретении грейджной недвижимости всегда остается за игроком. Плюс, справедливости ради, хотя бы минимальный дом действительно необходим. Домик, в отличие от палатки, можно обустраивать как заблагорассудится. Плюс появляется личное хранилище, куда можно сбрасывать все ненужные вещи из сумки. Кастомизация в игре без сарказма потрясающая. Я, когда зашел в дом к мексиканцу, просто охренел от того, как выглядит жилище нормального человека, в сравнении с моим кредитным бараком. У меня даже суммарно столько чертежей нет, сколько у него в одной комнате напихано, так там еще и несколько комнат могут быть. О, как буржуи-то за границей живут. Кстати, о заграницах. Железный занавес, как ни странно, не распространяется на игрока, и за скромную сумму в 2000 Нука-миль можно отправиться на другой необитаемый остров. Или к друзьям. К сожалению, необитаемые острова нужны не для того, чтобы там отдыхать, а для очередного трудового плана по сбору глины до древесины. Помимо ресурсов на заморских землях могут повстречаться другие свободные жители, коих можно заманить к себе на остров и сделать уже не совсем свободными. Таким образом, с учетом завезенных извне поселенцев, актив на острове повысится до 5 из 10 возможных. Двое поселенцев приезжают с вами в самом начале игры, и троих подбираете с островов. Кстати, не обязательно брать абы кого, большинство животных страшны, как смертный грех, так что при виде такого можно сразу ливнуть с острова и ни в коем случае ни с кем не разговаривать. Среди фанатов игры есть отдельный конкурс на умственное развитие, заключающийся в поиске какой-нибудь бурмалиновой пиздопрохуебины, с шансом спауна 1 к 1000. Люди тратят тонну времени просто, чтобы на их острове поселился один из 400 возможных жителей. И вот именно какая-нибудь красивая лисичка, а не стрёмный муравьед. Мне на старте выдали уже упомянутую розовую гориллу Рокет, породившую Копателя Могил, и котика Руди, постоянно разговаривающего о мышцах, отжиманиях и мужиках, ну по классике. Здесь у каждого из жителей есть что-то вроде особенностей, их целая куча. Кто-то ворчливый, кто-то дрочливый, кто-то спортивный, кто-то креативный, ну а вот у меня поселились качки. Причем они не только на словах здоровые, они занимаются бегом, йогой и всякими упражнениями. Если сильно проситься, могут и гантелью ёбнуть. Нравится вам это или нет, с жителями нужно поддерживать постоянный контакт, навещать их, дарить подарки, слать письма. Если это гости из-за бугра, то потребуется подготовить дома и интерьер после согласования проекта с Томом Нуком. И что самое интересное, это всё разное. Например, первый мой завезённый житель был лягушонок Джереми. Причем лягушки я не очень люблю, но хотя бы один-то Пепе должен быть. Он по характеру ленивый, но тем не менее очень дружелюбный и гостеприимный. Поначалу мне казалось, что ноющая из-за количества съеденных мух земноводная, это не самый хороший выбор. Но когда я увидел уродов, селящихся на рандоме, коих потом ещё хрен выгонишь, я понял, что надо довольствоваться тем, что есть. Пока ещё не поздно. Компанию ему позже составила активная панда Пинки, занимающаяся музыкой, йогой и вообще вся такая весёлая. И хозяйственная курочка Селия, выметающая мусор, хотя никого в доме, кроме копателя могил, в этот момент не было. Со временем, когда биполярное сияние звериного разума окончательно возьмёт вверх, один из жителей попытается вас научить выражать чувства. Радостно или грустно, неважно, весь мир должен об этом знать. Тем более, что с памятью мотами можно сколько угодно насмотреть, только чтобы вас не замьютили, как меня. Что касается остальных пяти зверей, они будут заселены в случайном порядке после того, как вы подготовите к кемпингу. Но это будет уже позже. Новых поселенцев не стоит путать со странствующими гостями. Они не собираются обживаться, а наоборот приглашают к себе на остров, чтобы, так сказать, наладить контакт. Будут приходить временные торговцы, типа ленивца клоуна с телегой говна или верблюда-дизайнера, превращающего дом в палату душевнобольных детского сада номер 4. Рано или поздно пожалует и ежиха ткач смерти. И если покупать её товары, то она вместе с сестрой откроет целое ателье, где можно будет купить шматьё, переодеться, изменить дизайн, скачав нужные шаблоны из интернета. Я об этом не разбирался особо, мне и стандартного прикида с базара хватает. Хотите стать самым крутым модником на селе среди животных, Animal Crossing нужная игра. После того, как на острове будет построена лавка Нука, открыт музей и поселилось больше трёх жителей, то Мнук решит возвести постоянное здание бюро услуг. Спустя два дня работ на торжественной церемонии, помимо самой ратуши, будет представлен и новый работник, Изабель. Собачка-секретарь, которую вы, возможно, где-то и видели, даже не подозревая, откуда она и из какой игры. Теперь тайна раскрыта. За свою умилоту Изабель неофициально провозгласили чуть ли не символом животных перекрёстков, наградив собственной фан-базой почитателей, при том, что она даже не ключевой персонаж. Её можно было бы заменить на терминал, но с такие шутки могут извиняться заставить, так что заранее остужаю. Сам Том Нук теперь занимается стройуправлением. Если нужно сделать перепланировку или что-то построить, перенести, воткнуть эстакаду прямо рядом с жилыми домами, это к нему. Изабель, в свою очередь, тоже не сидит сложа лапы и обкашливает вопросики. Она заинтересована в том, чтобы сделать городок хорошим местом для жизни, поэтому, если вы хотите сменить флаг, гимн или ориентацию, то вы по адресу. Касаемо гимна, его можно набить по нотам, после чего Изабель пропоёт получившуюся мелодию, и если понравится, её можно сохранить, и слушать, стоя посреди площади, положа руку на сердце со скупой слезой на глазах. Сложного тут ничего нет. Опускаем Изабель в строй пониже, добавляем гитару, после чего можно исполнить гимн Чёрного Мамонта, которого учат в школе и в первом классе на уроке музыки. Справились малыши, справитесь и вы. Что касаемо флага, гордо развивающегося на ветру у ратуши патриотически, его можно либо создать вручную через дизайнерское приложение Нукофона, либо скачать опять же из интернета. Это уже готовый дизайн, но мы таким не занимаемся. Я и так по профессии художник, так что нарисовал Изабель чуть ли не с фотографической точностью, и судя по её лицу, искусству удалось. В обязанности Изабель также входит решение всяких конфликтов. Если на вопрос, кто будет работать в островном порту, какой-то обмылок вам отвечает твоя мама, то на него сразу же следует накатать репорт за клоунскую манеру речи, после чего ответственная собачка пообещает влететь с двух ног в рожу обидчику. И особенно это будет актуально в тот момент, когда на вашем острове начнут заселяться случайные жители. Поселится вот какая-нибудь залупа вроде шизоидного осьминога Цукера, у которого везде мерещатся шпионы, и никакими силами вы его с острова не выгоните, пока головожопый моллюск сам не решит переселиться. Из вредных советов я слышал, что нужно долбить неугодных поселенцев с очком, ни в коем случае с ними не разговаривать, хотя скорее всего эти лайфхаки никогда не работали и не сработают, но можно попытаться. Примерно на этом моменте после посещения мексиканских островов я перестал играть и засел за видос, а ведь это только начало. Далее по псевдосюжету на остров должен приехать и выступить какой-то рэпер, помимо него еще должны заселиться пять новых жителей и открыться стрип-клуб. Подытоживая, скажу так. Я потратил кучу бабла на Switch, игры к ней, джой-коны и прочую периферию, и советовать заниматься тем же самым я просто не имею права, это преступление, оно как казино, понимаете? Бесконечный спуск бабла. Не хочу, конечно, дефать Nintendo Switch и говорить, что вы не понимаете это все другое, на консоли правда неплохая, но какая-то там на любителя ты дочка на любителя. Слишком ее уж многие посчитали казуальной, а мне нормально, я вон в жизни контроллеры в руках не держал, игры для ноль плюс лет дайте две, а лучше три. На этой прекрасной попытке съехать с темы и усидеть сразу на двух стульях, явно не с пиками, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на группу ВК, Твич, Дискорд, там все новости, там мы можем пообщаться, ссылочки будут в описании. Вам же большое спасибо за просмотр, ну и как обычно, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok